Капитальный ремонт вам известный или нет? Я думаю, что у вас вызывает больше положительный или отрицательный ремонт? Положительный. Наши ТСЖ постоянно проводят ремонт кровли, в подвале трубы меняют. Крышу сделали нам где-то, в подъезде сделали ремонтик. Трубы сделали уже вид другой у дома, водосточные. Я думаю, что это хорошо. Хотя бы деньги не пропадают где-то, хотя бы их реализовали. 50 на 50 у меня мнение по этому поводу. 50 в положительное, что все-таки что-то делается. И 50 в отрицательное. Медленно это все происходит. Ремонт имеет место быть, да? Я думаю, да. Потому что законодательно мы от этого все равно никуда не денемся. Но все в наших руках. От него ни спрятаться, ни скрыться. Капремонт уже шестой год шагает по Саратову. Где-то уверенно, а где-то спотыкаясь и со скрипом. Те дома, что дожили и пережили его, могут уже сегодня похвастаться обновками. Вот такая новехонькая крыша теперь у дома по адресу Танкистов 59 в Кировском районе. В свои 60 лет дом увидел новое отопление и современную электрику. И только после выполненных работ, рассказал директор управляющей компании Олег Бучков, люди перестали относиться к капитальному ремонту, как к стихийному бедствию. Когда уже работы начали выполняться, ну, соответственно, люди увидели, за что денежные средства отдаются, конкретный результат своих работ. И отношение совершенно другое стало. Ключевые моменты проведения капитального ремонта для нас, как для управляющей организации, это, конечно, общение и контакт с населением. Нужно быть открытым, общаться с людьми, все их пожелания стараться учитывать. Грамотный подрядчик на рынке, управляющая организация, которая не пассивно участвует в проведении капитального ремонта, а заинтересована в первую очередь. Ну, я не понимаю, как незаинтересованным нужно быть в этом моменте, так как люди доверили нам обслуживать жилье. И, конечно, однозначно за те денежные средства, которые оплачивает население в рамках содержания и ремонта жилья, выполнить такой объем работ у нас не представляется возможно. И поэтому мы очень счастливы и рады, когда фонд капитального ремонта заходит для выполнения капитального ремонта на данных домах. Своими силами мы бы, конечно, не смогли произвести такой ремонт. Но, опять же, я хочу сказать, это все в команде. Это все благодаря кропотливой профессиональной работе управляющей компании, это фонда, да, фонду капитального строительства и подрядчиков. Дому по адресу Челюскинцев 105 считают жители с капитальным ремонтом тоже повезло. Работы по замене крыши у 45-летнего здания осенью прошлого года подрядчик провел быстро и качественно. Готюма была снежная, снега было много и вода заходила туда в штыки. Сейчас вот все обновили, ничего нет. Быстро работали? Быстро, ребята, так работали. Все поменяли, все сделали. Очень важно в программе капитального ремонта, чтобы все участники заинтересованные, и жильцы, и управленческие компании, и администрации взаимодействовали. Это как раз тот самый случай, потому что жильцы оказывали посильную помощь, мы им очень благодарны. И таких отремонтированных за три года многоквартирных домов только в Кировском районе почти полтысячи. Еще 126 ждут в своей очереди в этом году. Ждут не только с нетерпением, но зачастую с настороженностью и недоверием. Не секрет, что пока система в Саратове работает, что называется в лучном режиме, с гибкими решениями и корректировками по ходу действия, рассказывала директор регионального фонда капремонта Вера Прохорова. Но только методом проб и ошибок, набивая и исправляя зачастую капитальные шишки, можно убедить горожан, что программа при умелом подходе работает. Конечно, реакции граждан много, и все они разные. Имеют и субъективный, и объективный характер. Уже имеет положительную динамику и положительный характер. Если раньше капитальный ремонт, ну, можно сказать, в большинстве своем никто не ждал, то теперь ситуация меняется. И если, допустим, жильцы соседних домов видят, что, например, происходит капитальный ремонт на соседнем доме, знают, что их дома также включены в краткосрочный план текущих периодов, они непосредственно уже сами взаимодействуют с теми подрядными организациями, которые у нас работают на домах, просят прийти их заранее посмотреть, рассказывают о том, как они могут оказать взаимодействие при проведении работы, предоставить доступ к имуществу. Очевидно, что капремонт – работа командная, и результат здесь зависит от четкого взаимодействия жильцов, управляющей компанией, подрядчика и администрации. В особо сложных случаях помощь оказывают представители депутатского корпуса. У нас с депутатами областной думы были созданы рабочие группы по ряду многоквартирных домов, которые мы называем сложными для производства работ по капитальному ремонту. Вот, в частности, мы сегодня были с вами на доме Астраханская 140, где еще предыдущими краткосрочными планами был предусмотрен капитальный ремонт, замена лифтового оборудования. Дом сложный и требовал специального четкого технического решения. Совместно с депутатами и членами рабочей группы такие решения были найдены. И сегодня мы с вами убедились, что выполнение капитального ремонта возможно и в домах, которые требуют отдельных технических решений. Сложность в старых домах в том, что здесь люди живут. Здесь постоянное движение людей, дети, пожилые люди. Надо за этим следить внимательно. По этому адресу на данном этаже живет инвалид. Стараемся в срок завершить работы и максимально быстро вести депутатскую эксплуатацию. Любой ремонт – дело непростое и хлопотное. И если в ваш дом пришел капремонт, не спешите паниковать и протестовать. При правильной расстановке сил вы заживете под новой крышей с новой системой отопления, трубами холодной и горячей воды. Если же присмотреться, капиталки поближе можно заметить, как через некоторое время снизятся цифры в вашей платежке за услуги ЖКХ. Мы проводили анализ по многоквартирным домам, где произведен был капитальный ремонт системы теплоснабжения. И после проведения капитального ремонта, так как используется при его проведении более современный материал, полипропилен, который обладает меньшей теплопроводностью и, соответственно, потери меньше. То есть это помогает экономить тепловую энергию в размере до 50%. Люди все видят в своих квитанциях, конечно. Согласно программе капремонта, за 30 лет в Саратовской области должно быть спасено, а иными словами отремонтировано 11 740 домов. Каким станет прекрасное далеко этого жилфонда Саратова, сказать сложно, но учитывая опыт Кировского района, есть надежда, что оно окажется оптимистичным.